Под председательством Алибик Турганова состоялось заседание общественного совета, на повестке дня которого было четыре вопроса. В заседании приняли участие заместитель Акима Бурлинского района Дулат Имашев, председатель районного Маслихата Кайрат Ермикбаев, руководитель аппарата Акима района Ерик Тулепкалиев, Акима сельских округов, руководители отделов, члены общественного совета. На сегодняшний день в Бурлинском районе зарегистрировано 361 сельхозформирование, из них 320 – крестьянские хозяйства. 18 товариществ с ограниченной ответственностью, 23 сельскохозяйственных производственных кооператива. Об этом в своём докладе сообщил руководитель районного отдела сельского хозяйства. По состоянию на 1 сентября 2023 года количество сельскохозяйственных животных следующие. Крупный рогатый скот – 28 986 голов, в том числе коров – 13 276 голов. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года прирост составляет 107%. Мелкий рогатый скот – 31 095 голов, прирост 109,5%. Лошадей – 9967 голов, прирост 113%. Свиней – 315 голов, по сравнению с прошлым годом в этом году 92%. Птицы – 57 615 голов, прирост 104%. Объём произведённой животноводческой продукции на 1 сентября текущего года – мясо – 1880 тонн, молока – 9985 тонн, яиц – 4 369 штук. В районе осуществляют деятельность 23 сельскохозяйственных кооператива, содержащих 536 голов КРС. В 2023 году площадь весенних посевных сельскохозяйственных культур составила 64 гектара, в том числе зерновых – 17 тысяч гектаров. Планировалось 8 тысяч гектаров, то есть выполнили 210%. Масличные культуры – 7 тысяч гектаров, планировалось 11 тысяч гектаров, выполнение плана – 65%. Кормовые культуры – 4 400 гектаров, планировалось 4 300 гектаров, выполнение – 103%. Картофеля – 145 гектаров, овощи – 140 гектаров, садовые – 25 гектаров, здесь везде стопроцентное выполнение. 16 123 тонны, масличные – 2382 тонны, картофеля – 1680 тонн, овощные культуры – 2249 тонн. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года проинформировала руководитель отдела экономики и финансов. Бюджет района за 9 месяцев текущего года исполнен на 12 миллиардов 971 миллион тенге, при плане 11 миллиардов 997 миллионов, то есть на 108 процентов. По налоговым платежам исполнено 120 процентов, при плане 6 миллиардов 528 тысяч тенге, фактически поступило 7 миллиардов 807 миллионов тенге. Самые основные налоги – корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, налог на имущество юридических лиц и акциз. Остатки бюджетных средств на 1 октября 2023 года составили 1 миллиард 805 миллионов 95 тысяч тенге. Внесение изменений в решение Акима района от 17 марта 2014 года об образовании избирательных участков на территории Бурлинского района сообщила руководитель отдела государственной правовой работы. В настоящее время в селе Бурлин есть три избирательных участка – 93, 94 и 95. Согласно решению, участок номер 93 расформирован. Остаются действующими 94 и 95 участки. Они расположены в сельском доме культуры и в здании сельскохозяйственного колледжа. О признании утратившим силу решения района у Маслехата от 24 апреля 2023 года об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 год сообщил руководитель аппарата Маслехата Бурлинского района Бутагос Мукашева. Члены общественного совета обсудили и отдали свои голоса, застоявшие на повестке дня вопросы. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.